83% молодых россиян признают необходимость дополнительного образования. И этот процент гораздо выше, чем двумя годами ранее. Таковы данные в целом. Почти половина опрошенных готовы повысить свою квалификацию или пройти переподготовку. А кому-то не хватает курсов по повышению личной эффективности и развитию управленческих и коммуникативных навыков. В том, что учиться никогда не поздно, говорим и мы. Здравствуйте! Это программа КФУ «Итоги недели». Сегодня мы расскажем. Проблематика научно-практической конференции нынешнего года достаточно разноплановая. Ваш долг есть сохранять законы. Какие темы стали главными на прошедших в Казани державенских чтениях? Право ребенка быть тем, что он есть. Сеть разумная, добрая и вечная. Каковы тенденции педагогического образования? Разработка нашего института, которая заинтересовала, ну мы честно скажем, и китайских партнеров. Продолжатели традиций. Что могут предложить современные химики науки и будущим студентам? Данный метод, данный проект позволяет быстро и дешевле получить дорожный битон. Тяжело в исследовании, легко в промышленности. Какой метод добычи и переработки тяжелой нефти предложили ученые КФУ? Цифровизация правосудия и искусственный интеллект, онлайн-образование и киберизация. Эти и другие темы обсуждали во время державенских чтений, которые прошли в Казани. Международная конференция собрала элиту российской юриспруденции, судебной, законодательной, исполнительной власти и, конечно же, ученых в сфере образования и правоведения. Форум на базе Казанского федерального университета проводится в шестой раз. До этого он проходил в Москве. Тем и почетнее, что столь масштабный и очень важный для стороны форум переехал в университет с сильной юридической школой. К тому же есть и исторические предпосылки. Гавриил Державин, в честь которого названа конференция «Уроженец Казанской губернии». Почему поэт в России больше, чем поэт, а также о судьбоносном решении, озвученном в Казани, расскажет Роза Зарипова. Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный. Металлов твержен и выше пирамид. Написал в 1795 году Гавриил Державин. И памятник стоит в Казани. Все, как завещал он в своем одноименном стихотворении. Это все Державин поэт. Не только поэт. Державин юрист. Первый министр юстиции России. В императорском зале Казанского университета звучит гимн державинских чтений. Так официально открыли 16-ю международную научно-практическую конференцию «Державинские чтения». Форум впервые проходит весной и в смешанном формате. Наследие Державина, его литературные и юридические труды важны и интересны для нас с точки зрения развития нашего государства, способов совершенствования правовой системы России, правового просвещения граждан. Державинские чтения в шестой раз проводятся в Казанском университете. Ранее проходили в Москве. Главная тема форума этого года – трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях. Тема выбрана не случайно и вызвала большой отклик со стороны ректоров многих вузов страны. События 2020 года стали серьезным глобальным вызовом для человечества. Привело к трансформации всех сфер общественных отношений. Во время церемонии открытия были вручены памятные награды. Приказы министра юстиции России. Медаль у Гавриила Державина за эффективное содействие в решении задач, возложенных на ведомство, награжден ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Серебряную медаль за содействие вручили первому проректору КФУ Риязу Минзарипову. Проблематика научно-практической конференции нынешнего года достаточно разноплановая. Это и цифровизация правосудия, и искусственный интеллект, безопасность, комплайнс, вакцинация и киберизация, онлайн-образование. Державинские чтения – это уникальная площадка. Здесь сталкиваются люди разных профессий. Филологи, педагоги, политологи, госслужащие разных ведомств и, конечно, юристы. В этом году работа шла в шести секциях и на восьми круглых столах. Изучали творчество Гавриила Державина, обсуждались вопросы права, юридической науки вместе с теоретиками и практиками юриспруденции, поднимали тему антикоррупционной политики и вопросы цифровизации. А это знатоки Державинских чтений. Научно-практическая конференция тем и индивидуальна, что здесь могут собраться и юные правоведы. Несколько лет для студентов разных юридических вузов проводятся интеллектуальные игры и конкурсы. В этот раз игра посвящена Петру Первому и его эпохе. Формат киза. То есть студенты не только свои знания показывают, студенты еще показывают умение работать в команде, скорость реакции. Вопрос номер 2. Назовите полки и поддержку войска Петра Первого. За право быть знатоками боролись 11 команд из вузов Татарстана и России. Для капитанов команд отдельный блиц-тур. Необходимо ответить на 25 вопросов. Мы изучали аспекты как государственного строя времен Петра Первого и правового строя. Также мы изучали общеисторические факты, изучали культурную тематику данного периода. Я считаю, что Державинские чтения расширяют как ораторские способности, так и помогают студентам перенять некий опыт поколений, которые уже участвовали до этого в подобных мероприятиях. Ключевым информационным событием для всех вузов России стало заявление главы Рособорнадзора. На заседании Круглого стола во время Державинских чтений, где были затронуты вопросы образования, Анзор Музаев сообщил, что такой стрессовый вопрос, как госаккредитация вузов, станет бессрочной. А в случае недобросовестного исполнения образовательной программы будет применяться приостановка по аккредитации. И с 1 марта все вузы, которые имеют уже аккредитацию, проснутся не в реале, когда им заново всем с ужасом придется бежать и все переаккредитовывать. Нет, 1 марта 2022 года. Она станет автоматически бессрочной. Так Казанский федеральный университет и два его филиала процедуру аккредитации в этом году уже прошли и успешно. Ильшат Гафоров сравнил аккредитацию университета с личной сдачей экзамена, отшутившись после сказанного заявления о планируемой отмене. Буквально на днях совершили процедуру аккредитации, за что вам большое спасибо. И если бы мы, конечно, знали, что сразу все будет бессрочно, до 1 марта, может, как-нибудь бы прошли. Потерпели. Да, потерпели. Но спасибо, что в результате плодотворной работы совместной мы подтвердили свою состоятельность по всем направлениям. 14 июля в Казани состоится церемония вручения республиканской премии имени Гавриила Державина, учрежденный указом президента Татарстана. И как завещал поэт своим коллегам, властителям и судьям. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных. Роза Зарипова, Ленарда Влетьяров, Хафиз Гараев, Фарид Захитоглы, КФУ. Итоги недели. Не менее масштабным стал и другой форум по педагогическому образованию ИФТ. В Казань приехали более 500 участников. Почти тысяча человек приняли участие в конференции дистанционно. Представители 39 стран мира были подключены в одном из форматов к форуму. С инициативой объединить в Татарстане российское и международное научно-педагогические сообщества выступил Казанский федеральный университет. И неспроста. Представители КФУ разработали новую университетскую модель педагогического образования. Причем это признают и зарубежные коллеги. В области подготовки учителей некоторые методики входят в число лучших современных мировых практик. В течение трех дней ученые-педагоги говорили о тенденциях в своей области. Обсуждали самые важные проблемы подготовки учителей. Какие новые вызовы и цели в сфере образования узнала Айгуль Гараева. Как учить учителей? На этот короткий вместе с тем очень непростой вопрос ответ искали участники седьмого международного форума по педагогическому образованию. Рекордное количество участников впервые смешанный онлайн и офлайн формат. Первые в рамках форума международной конференции для молодых исследователей в области образования. Особенностей УФТ-2021 было много. Форум стал площадкой для обсуждения результатов и перспектив глобальной цифровизации системы образования, мощным толчком для развития которой стала пандемия. Дистанционное образование, что дает, как это влияет на качество образования, в каких сферах можно использовать, в каких сферах сегодня не очень эффективно использовать. Сама тематика форума, она действительно актуальна, как вот Илья Шадровкович сказал, по ряду причин. Во-первых, это стремительно меняющееся содержание образования, которое сегодня не может оставаться на месте и за которым мы должны, так сказать, успевать, система должна успевать. А во-вторых, это новые технологии. В течение трех дней педагогическими практиками на разных площадках форума делились свыше полутора тысяч российских и иностранных ученых из более двухсот университетов мира. Это ведущие отечественные и зарубежные специалисты по проблемам педагогического образования из университетов Великобритании, США, Германии, Словении, Испании и других стран. Великие университеты, к которым, на мой взгляд, относится Казанский федеральный университет, очень большое внимание помимо чисто исследовательского компонента отдают и преподавательскому компоненту. И то, что сегодня образовательные программы, педагогические программы в Казанском федеральном университете занимают столь серьезное место, я думаю, что это великая заслуга вашего университета. Лингвисты Казанского университета совместно с создателями нейронных компьютерных сетей разработали систему по изучению сложности текста, которая в том числе позволяет анализировать содержание школьных учебников. Будущие педагоги-психологи, объединившись с программистами КФУ, в помощь молодым учителям создали виртуальный тренажер для обучения регулированию конфликтных ситуаций. И таких уникальных перспективных разработок и исследований, которые ведутся в стенах Казанского университета, много. Конечно, проблемы, существующие сегодня в основном образование, заставляют нас искать пути объединения усилий и педагогических вузов, и классических университетов. И с моей точки зрения, Казанский федеральный университет – это как раз тот самый пример замечательной попытки объединить усилия ученых, педагогов и попытаться решить эту проблему в интересах региона. Показатель подготовки учительских кадров – это эффективность их работы и результативность учеников. Говоря, в частности, о подготовке кадров для преподавания в школах, специалисты признают, с педагогами начальных классов в силу того, что это фундамент, дела обстоят хорошо. Ровно как и с преподаванием в выпускных классах, где делается упор на подготовку к государственным экзаменам. А вот так называемая подростковая школа в масштабах страны пока это проседающее звено. Нам действительно нужно уделять больше внимания методике, дидактике, технологиям, потому что она другая, не такая, как в начальной школе, не такая, как в старшей классе. С педагогикой неразрывно связано воспитание. Подготовка учителя-воспитателя в 21 веке – так звучало название одной из конференций в рамках форума. Неоднократно было упомянуто имя Януша Корчика. Польского педагога и врача, чьи идеологи в нашей стране по сей день пропагандируют российское общество Януша Корчика, которому в этом году исполняется 30 лет. Я считаю, что это одно из самых главных среди системы прав Януша Корчика. Право ребенка быть тем, что он есть. А это право мы зачастую нарушаем. Каким образом? Мы рисуем модели выпускников, мы рисуем наш образ того, каким должен быть мой ребенок или выпускник такой-то школы, такой-то гимназии, и пытаемся их всех подогнать под одну марку. Очень низкий уровень знаний о детях. Вот мы когда смотрим сейчас книги Корчика, он уже в 1942 году погиб, то есть книги были написаны до еще войны, да? Это все очень актуально, буквально. Как любить ребенка, права детей, как он их трактует. И, знаете, мы, конечно, пытаемся это делать и доносим это до педагогов тоже, но этот процесс, наверное, трудный, очень медленно. Пропагандировать гуманную педагогику, продолжать разработку успешных моделей педагогического образования, основанных на исследованиях. Вот одни из многочисленных поставленных задач. Важно нам сегодня продолжать помнить, что мы отвечаем за всю страну. Это действительно так. Страна такая, какая у нее образование. Образование такое, как мы готовим педагогические кадры. Усиление государственной политики в области педагогического образования, партнерство субъектов, повышение роли стандарта в подготовке учителей, формирование позитивного образа педагога и повышение статуса педобразования в стране. Это тренды в подготовке учителей, или, говоря иначе, то, что предстоит сделать. Чего же делать не стоит, по мнению одного из спикеров форума Елены Казаковой, так это порождать словесную педагогику. Международный форум – это призыв к действиям. ИФТ в седьмой раз дал возможность ученым в области педагогического образования обменяться мнениями, опытом и совместно выработать новые решения проблем педагогики. Айгуль Гараева, Ильшат Хусайенов, Радмир Сафиулин. КФУ. Итоги недели. День химика отмечают в конце недели в России. Этот профессиональный праздник для Татарстана один из самых значимых в нефтяном и нефтехимическом регионе. Химическая и нефтехимическая промышленность – одна из самых современных, сложных и значимых отраслей экономики. Ее продукция крайне разнообразна. От минеральных удобрений до лекарственных препаратов, от автомобильных масел до бытовой химии. Перечислять все, к чему имеет отношение химия, не хватит нашей программы. Химия – одна из важнейших и обширных областей естествознания. И Казани есть чем гордиться именно в науке. Имена Николая Зинина, Карла Эрнстоклауса, Александра Бутлерова, Владимира Марковникова, Арбузовых, Гильма Камая легли в основу химической школы Казанского университета. Как сейчас развивается это направление в КФУ? О достижениях мы поговорим с исполняющим обязанностей директора химического института имени Бутлерова Иваном Стойковым. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте. На этой неделе отмечается День химика, с чем мы вас и поздравляем. И сейчас хотелось бы узнать, как развивается институт имени Бутлерова и над какими проектами ведется работа. Уважаемые коллеги, уважаемые химики, все, кто работает в химической промышленности, сегодня я хотел бы вас всех поздравить с нашим профессиональным праздником, с нашими достижениями, которые, несмотря на ковид, мы их достигли. Это все отражается в развитии Республики Татарстан, развитии экономики Российской Федерации. Всех с праздником. Будем считать, что мы пережили две волны ковида и продолжаем свое развитие. Конечно же, цифровизация, онлайн-обучение, все это было, но тем не менее, мы не покинули наши лаборатории. То есть химические лаборатории по-прежнему работают. И стоит отметить, что по-прежнему у нас работает центр катализа. И вот 26 мая мы представили президенту Республики Татарстан на наши новые разработки. Это ряд катализаторов, углубляться не буду, но, наверное, то, что производит впечатление, это новый тип мембран, который позволяет продавливать высоковязкую нефть, фактически мазут. То есть это уникальная разработка нашего института, которая заинтересовала, ну, мы честно скажем, и китайских партнеров, и иракских партнеров. Но мы очень надеемся, что мы реализуем этот проект именно на территории Республики Татарстан, потому что Татнефть тоже заинтересован в этой разработке. Ну, вот даже сейчас во время интервью здесь за кадром ведется работа. Мы пишем интервью в лаборатории. А вот недавно в мае команда студентов института имени Бутлерова стала победителем Всероссийской олимпиады по общей химии. Расскажите о ней, как вообще ведется работа со студентами? Пятеро второкурсников участвовали в Санкт-Петербурге на Всероссийской конференции. И мы заняли пять первых мест. Что интересно, вся команда «Победа» мы на 48 баллов обошли вторую команду. То есть, ну, очень сильный отрыв. И это говорит о том, что вот какие студенты у нас учатся. В Ишкар-Але месяц назад прошла международная конференция по химии, где участвовали уже четвертый и пятый курс, то есть бакалавр-специалист. Мы заняли там первое-второе место по нашему региону Приволжскому. И вот вчера пришла информация, ну, такая радостная для нас. То есть, наши студенты были награждены медалями. То есть, мы заняли на международном уровне. Ну, не первое место, но второе-третье призовые места мы заняли на международном уровне. Плюс стоит отметить, наверное, что есть такая очень сегодня актуальная программа «Я профессионал», которая проводится аппаратом президента Российской Федерации. И наши студенты были отмечены именно в области физической химии. И один из наших студентов, четвертый курс, занял призовое место. И в преддверии активной части приемной кампании традиционный вопрос для наших гостей. Какие изменения ждут абитуриентов института? На 30% у нас увеличилось количество бюджетных мест. То есть, мы действительно подняли планку по приему в бакалавриат специалитет, то есть, 75 мест, то есть, в бакалавриат 75 мест специалитет, то есть, это 150 мест. На химике-педагоге это 25 мест, и у нас достаточно большой прием в магистратуру, 60 человек. По традиции, стобальники получают выплаты 80 тысяч, единовременные выплаты. Те, кто участвовал, вот, как олимпиадники, которых мы всегда ждем, они 300-бальники, и они все обучение получают достаточно, ну, крупную сумму, то есть, стипендии у них 15 тысяч в месяц, это все-таки достойные деньги. Также призеры и так далее, все это отмечается и все это поощряется. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Спасибо. И как подтверждение того, что химия неотъемлемая часть других наук, которая в интеграции со смежными отраслями решает важные экономические проблемы, новая разработка ученых КФУ. Исследователи научного центра мирового уровня рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты получили два битума двумя разными методами. Они сравнивали их эксплуатационные характеристики. Одно из направлений научного центра освоение крупных месторождений тяжелой нефти. Это то, что в основном добывают в России, да и в мире тоже. Найти оптимальные возможности в добыче и переработке тяжелого нефтяного сырья одна из главных задач, которая стоит перед учеными центра. Роза Зарипова заинтересовалась новой технологией и узнала, какова ее перспектива. Это природный битум вот такой высокий сверхвязкий нефть. Мы его облагораживаем в реактор. У нас реактор здесь стоит при высокой температуре и высоком давлении. И результат, который мы получаем, мы получаем такой легкий, то есть легкий синтетический нефть. А дальше можно получить бензин, керосин, дизельное топливо. Легким процесс кажется только здесь, в научно-исследовательской лаборатории, реологические и термохимические исследования Казанского университета. Вместе с коллегами автор научной работы Ричард Джимасби нашли новый способ рационального использования тяжелой нефти. На сегодняшний день, особенно в России, поскольку я знаю, большинство из дорожных битумов были получены при окисленном битуме. А поскольку республика Татарцана имеет большой запас нетрадиционного углеводорода, то есть нам надо искать или найти другой подход, который позволяет быстро и дешевле получать вот эти самые продукты. Ученые пришли к тому, что получили два битума двумя разными способами. Один более долгий, затратный и экономически невыгодный. Другой наиболее оптимальный для современных условий использования. Традиционный метод получения дорожного битума. Сначала берут нефть, пройдет атмосферная перегонка, потом вакуумная перегонка, потом окисление. То есть практически три стадии, а наши стадии только один. Говоря на обывательском языке, это метод безотходного производства тяжелой нефти. Получить из черного золота максимум необходимого продукта. Ученые же называют это рациональным использованием тяжелой нефти. А производство неокисленного битума станет одним из новых способов его использования. Данный метод, данный проект позволяет быстро и дешевле получить дорожный битум. То есть по отличию с традиционной методой, которая требует многократный процесс, данный проект сократит вот этот процесс. То есть мы берем тяжелую нефть или сверхвязь нефть, мы пройдем через вакуумную разгонку. И если мы говорим про легкие нефти, то здесь в первую очередь мы получаем бензиновые фракции, которые используются в энергетике. То когда говорим про тяжелую нефть, то там есть еще ряд других компонентов, которые можно использовать и в других сферах, и полностью их сделать востребованными. Один из таких компонентов это тяжелые компоненты, битумные компоненты, которые можно использовать дальше и в дорожном строительстве и в качестве добавок в различные мастики и так далее. Добыча тяжелой нефти, а задача не из простых, добавляет научный руководитель проекта Михаил Варфоломеев. Запасы прочности данного сырья между тем большие, отмечают ученые. И Татарстан один из лидеров добычи сверхвязкой нефти не только в России, но и в мире. И на территории республики Татарстан, где сосредоточены большие объемы сверхвязкой нефти и битумов, то есть огромные запасы, которые измеряются миллиардами тонн. И сегодня они активно увлекаются в разработку в нашей республике. Результаты работ по рациональному использованию тяжелой нефти были опубликованы в международном научном журнале, что говорит об актуальности научного исследования. В настоящий момент Институт геологии нефтегазовых технологий активно сотрудничает с Татнефтью и другими российскими нефтяными компаниями. Кроме того, проекты по работе со сверхвязкой нефтью и битумами начались О том, как развивается современный язык и как родителям понять своих детей по их речи об этом мы поговорим далее. Также вы узнаете. Лицо нации, лицо татарского народа. Значимый юбилей. Как отметили день рождения одного из основателей Академии наук республики. В России отмечают День библиотекаря. Храм учености. Почему библиотека это больше, чем хранилище книг? Студент Казанского федерального университета принял участие во встрече с министром науки и высшего образования России. Валерий Фальков в Москве встретился с лидерами российского студенческого самоуправления. Университет представил победитель конкурса «Студент года КФУ» автор проекта «Профкарта» Ильнур Хазипов. Он рассказал о единой информационной платформе, которая связана с созданием цифрового профиля студентов. Сервис помогает адаптироваться в студенческой жизни. Проект, созданный казанскими ребятами, за три месяца помог объединить на платформе более двух тысяч студентов. Студент КФУ выступил с инициативой трансляции данного опыта на федеральный уровень. Валерий Фальков оценил предложение. Наработки могли бы быть востребованы в рамках проекта «Цифровой университет», отметил министр. О других событиях недели в нашем дайджесте. Научные и коммерческие проекты в области нейромаркетинга, выбора заведующих кафедр и открытие кафедры квантовой и синтетической биологии. Об этом говорили на заседании ученого совета университета. Его провел ректор Ильшат Гафуров. Также было принято решение об открытии Института дизайна и пространственных искусств. В его состав войдут уже существующие Центр развития промышленного дизайна, Центр проектных компетенций, кафедра дизайна и национальных искусств и высшая школа ландшафтного дизайна. Я думаю, что Институт на все ваши вопросы будет отвечать, выполнять ваши заказы и надеюсь, что там мы сумеем сделать или собрать и это у нас ранее получалось всю элиту, работающую в этом направлении в республике как минимум. Ильшат Гафуров в начале недели в Москве принял участие в заседании Совета Российского Союза ректоров под председательством министра науки и высшего образования страны Валерия Фалькова и президента Союза ректора МГУ Виктора Садовничева. Здесь обсудили вопросы работы вузов в новом учебном году. В четверг в Москве состоялось общее собрание членов Российской Академии Образования. В нем принял участие и ректор Ильшат Гафуров. Основной темой повестки заседания стало рассмотрение и избрание рекомендованных кандидатур в члены РАУ. Всего по результатам голосования были избраны 12 академиков и 14 членов корреспондентов. Выборы президента Российской Академии Образования запланированы на 30 июня 2021 года. В преддверии своего профессионального праздника на этой неделе химики Казанского Университета получили почетные звания и правительственные награды. Церемония прошла в Нижнекамске. Ее участником стал Ирустам Мениханов. На специальном Среди них была и экспозиция КФУ. Всего же наград были удостоены 6 ученых химического института имени Бутлерова КФУ. Республика Татарстан один из нефтехимических центров нашей страны. Я надеюсь, что у нас дальнейшие большие планы и эти планы будут реализованы. КФУ стал участником четырехстороннего соглашения в сфере развития студенческого спорта в республике. Его подписали ректор Ильшат Гафуров, министры образования и спорта Татарстана Ильсур Хадиолин и Владимир Леонов, а также президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов. Один из отцов-основателей Академии наук республики, заслуженный деятель науки России и ТАССР, профессор-консультант Казанского федерального университета. Все это про Индуса Тагирова. На этой неделе в КФУ отметили его 85-летие. Юбиляр советский и российский историк. Он внес огромный вклад в раскрытие проблемных вопросов национально-государственного строительства, проблем федерализма, роли народных масс в событиях октября 1917 года в освещение тысячелетней истории татарского народа. Во всем у него можно брать пример. Очень подготовленный, но лицо нации я могу говорить. На самом деле лицо нации, лицо татарского народа и он сегодня таковым и остается. Долгих лет жизни. Университет для меня это все. Потому что здесь я начинал свою деятельность студентом и до сегодняшнего дня я все время с университетом с нашим родным. Химические опыты, робототехника, научные мультфильмы и концерт «Маленькая страна». Так в Казанском федеральном университете на этой неделе отметили Международный День семьи. По этому случаю в ВУЗе прошел фестиваль семей сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов. Его самые активные участники получили путевку на теплоход, награды и призы. Также здесь были отмечены более трехсот призеров и победителей детских конкурсов. Мы должны воспитывать здоровое будущее поколение и по сути эту работу мы начинаем со школьницами, с уровня детского садика, собственных детей и внуков сегодняшнего. Суд Суд в Москве вынес решение о назначении штрафов американским сервисам Google и Facebook за неудаление запрещенной информации. Сумма штрафов 32 миллиона рублей. Большая часть из них относится к американской социальной сети. Ранее нарушения отмечались в действиях сервисов Twitter, TikTok, ВКонтакте и Telegram. А между тем вклад экономики Рунета в российскую экономику составил 6,7 триллионов рублей. В целом экономика Рунета выросла на 22%. Об этом рассказали на недавно завершившемся российском интернет-форуме. Культовое мероприятие Рунета отметило 25-летие. О том, что интересовало на этой неделе пользователей всемирной паутины и какая новость стала наиболее интересной для нашего автора Леонида Толчинского далее в программе. И вновь с вами «Смотрите сами». Именно через социальные сети генеральный менеджер одного из крупнейших израильских стартап-хабов Роман Гольд вчера озвучил некоторые детали одного из самых секретных стартапов CoreActions платформы для чтения мыслей. Она позволит отслеживать когнитивное состояние человека в режиме реального времени и упреждать ошибки моторики во взаимодействии с любым техническим интерфейсом после того, как мозг принял ошибочное решение, но за 150 миллисекунд до того, как тело его реализовало. Человек может перепутать педали тормоза и газа, повернуть рулевое колесо не в ту сторону, нажать кнопку пуска ракеты, сделать неверные движения робоманипулятором на операционном столе. CoreActions будет знать об этом заранее и сможет предотвратить катастрофу. Для ее работы не требуется никаких специальных устройств, датчиков, нейроинтерфейсов, достаточно базовых сенсоров, которые находятся в любом смартфоне, умных часах, рулевом колесе или джойстике истребителя. Достаточно, чтобы человек в течение двух минут контактировал с электронным устройством, чтобы платформа смогла точно определить когнитивное состояние и даже предсказать его ухудшение, которое может привести к аварии или несчастному случаю. Платформа способна предсказать грядущую катастрофу за несколько секунд до того, как она произойдет, позволяет количественно определить уровень усталости, опьянения, истощения или отсутствия концентрации в любой момент времени. В перспективе этот стартап способен предотвратить миллионы трагедий, ограничив доступ людей не в ресурсе, к технике, которая способна нанести существенный вред им самим или окружающим. Впереди еще много работы, но шанс превратить научную фантастику в повседневную реальность уже высок, как никогда. К чему я об этом? Наверное, появление таких систем позволит человечеству в будущем превентивно реагировать на зловещие планы безумцев, типа казанского убийцы, расстрелявшего детей и учителей в школе 175. А пока, да я думаю, что и после внедрения больших стартапов, нам придется методично и внимательно анализировать пробелы в образовании и воспитании фазы нашего общего сна разума, которые порождают чудовищ. Я обещал вернуться к этой теме через обзор того, чему учат в современной школе. И давайте бегло пройдемся по литературе, предмету, где образование и воспитание тесно переплетены друг с другом. Что же мы там видим? Вот краткая выдержка из сетевого обзора. Цитирую по материалам сервиса Пикабум. В программе обязательного чтения больше нет Денискиных рассказов Дорогунского и Тимура и его команды Гайдара. Зато появились Платонов Никита и Астафьев Осюткино озеро. Если сравнивать книгу Гайдара и Астафьева, то коллективный подвиг и труд заменили на личный. Тимур был с командой, Васютка помог всем один. Это то, где мальчик стал героем благодаря, говоря гражданским языком, коллективу, что с ним рядом оказался под ливнем пуль. Также вместо книг Максима Горького о трудном детстве теперь читают книги Распутина, например, уроки французского. Это такая вариация о буллинге и одиночестве. Горького стало гораздо меньше. Нет песни о буревестнике, ведь там как раз для многих ценные про то, что рожденный ползать летать не может. В седьмом классе вдруг еще Платонова «Юшка» и «В прекрасном и яростном мире». Это все про одиночество, сочувствие, вину, жестокий окружающий мир. В целом все книги, воспевающие революционный подвиг, борьбу, а также, внимание, коллектив и сплоченность из школьной программы убрали. Вместо них пришли книги о личном успехе или трагедии. Нет поднятой целины Шолохова о том, как в муках и страданиях от частного приходили к коллективному, зато включили судьбу человека. Отличный рассказ, но совсем о другом, о брошенном ребенке и одиноком убитом горе-солдате. Стало меньше Лермонтова Пушкина, зато появился Лженицын. Исчезли из обязательной программы Петр I Алексея Толстого, как закалялась сталь Островского, разгрома молодая гвардия Фадеева. Что сказать? Выкинули из школьной программы все советское, все про силу коллектива и дружбы, о трудном, мучительном, порой жестоком, но созидании. Некоторые книги идеологически совсем не жалко, но вот без Катаева, Гайдара, Драгунского, Олеши программа стала скуднее. Личный подвиг выдвинули на первый план, задвинув общественный. Очень много книг, ругающих советскую власть. История снова стала однобокой, но уже со знаком минус. Как бы там ни было, но у медали две стороны. Получается, что о хорошем, о том, что сила в команде, в дружбе, в добре просто перестали читать с детства. На этом архетипе просто перестали образовывать и воспитывать. Про такое сегодня дети, да и многие их молодые родители, и не знают толком. И чего мы тогда ждем? Каких поступков? Остается только верить в спасительный стартап, угадывающий самые шальные мысли малообразованных безумцев. Всем доброго. 25 мая в России отметили День филолога. Значимость этой профессии для общества трудно переоценить, ведь филология изучает не только лингвистику и литературу, но и историю, культуру и искусство. О том, как развивается язык, мы поговорим с профессором филологии заведующей кафедрой иностранных языков Института международных отношений Ли Бушканец. Здравствуйте, Ли Ефимовна. Здравствуйте. Часто, когда говорят о филологии, люди представляют, что это уже что-то классическое, устоявшее, есть правило, о котором нас учат в школе, и это остается как истина. Но ведь язык это живой организм. Конечно, он развивается всегда, и каждый момент он развивается. Другое дело, что нам трудно с этим смириться, потому что нам кажется, что язык это то, что связывает нас вообще с культурой, с народом, и поэтому, когда хочется ученым провести какие-то реформы, и реформы орфографии, например, реформы пунктуации, то общество, которое стоит на страже наших интересов, сразу же начинает возмущаться и требует, чтобы этих реформ не было. Хотя, на самом деле, даже в современном языке они, в общем, уже назрели. Каждый год, можно сказать, даже каждый месяц появляются новые слова. Мы уже привыкли к хайпу, в качестве пруфа изи приводим примеры кринжа. Я даже немножечко запинаюсь, говоря эти слова. Они давно встречаются не только среди молодежи, но и среди людей среднего возраста. Чилить, краж, фле... флексить. Вот даже трудно выговорить некоторые из них. Эти слова из современных песен. Почему такая частота появления этих выражений? На самом деле, новые слова появляются регулярно. Они были в 18 веке, в 19 веке. Ну, например, такие слова, как вакации или оболтос или ерунда, они же появились у шкалеров 19 века, на самом деле. Поэтому сленг, он существует постоянно. А как на это реагирует наука? Меняются ли словари с приходом новых слов? Конечно, появляются словари сленга. Вы можете зайти в интернет и увидеть. Есть и интернетные словари сленга. И там все эти слова, которые вы так мучаясь произносили, они на самом деле есть. Хотя это такая большая проблема. Недавно ко мне приходил в гости мой племянник, программист. И я ему сказала, Гера, я как-нибудь однажды достану диктофон и буду записывать то, что ты говоришь. Потому что там не просто лексика другая, там вообще синтексис другой. Мы говорим как будто бы на разных языках. Соцсети как-то меняют язык. Ведь известно, что как мы говорим в социальных сетях и как мы говорим в жизни, это порой совершенно разные вещи. Язык социальных сетей это вообще совершенно новое явление. Потому что раньше мы говорили, есть письменный язык, есть устный язык. Это две системы языка. Они на самом деле даже не очень пересекаются. А теперь появился язык социальных сетей, который и не письменный, и не устный. Это третья система, с которой мы столкнулись. Это очень интересное явление. Ну, например, то, как молодежь относится к тому, что мы не ставим точку в конце. Отсутствие точки это такое открытое высказание, а с точкой как будто бы сразу все обиделись, грубо оскорбили с этой точкой. Но к этому явлению мы еще будем привыкать, хотя уже появились новые исследования, связанные вот с этим третьим видом языка. А филологи могут предсказывать будущее? Какие тенденции нас могут ожидать, например? На самом деле предсказать, как будет развиваться язык, дело сложное. Понятно, что есть некоторые тенденции, которые мы уже можем угадать. Ну, например, будет дальнейшее упрощение числительных. И числительные, скорее всего, через какое-то время станут неизменяемыми словами, как наречия. Потому что есть такой закон в языке, закон упрощения, он действует. Но есть и другие законы, которые приводят к усложнению языка. Поэтому какие-то тенденции мы можем заранее угадать, какие-то нет. Хотя с помощью языка мы можем угадать и предсказать будущее в совершенно других сферах, даже с языком не связанных. Мы, например, читая текст, можем сказать, что ну вот этот человек, например, скоро сойдет с ума. Вот это мы можем предсказать. Хорошо, что мне ничего сегодня не пришлось писать, потому что узнать такое на самом деле страшно. Большое вам спасибо за интересную и содержательную беседу. Спасибо вам. Лучшие друзья филологов, конечно же, библиотекари. Библиотека один из древнейших культурных институтов. Именно здесь формируется вкус и эстетика к правильному чтению, вдумчивому, размышляющему, анализирующему. Библиотека это не только хранилище книг и документов, хотя это не менее важный фактор. Мало кто знает, что во всеобщей декларации прав человека написано каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Все это можно получить в одном месте библиотеке. Илья Андреев общероссийский день библиотек отметил в традиционном месте, но в необычном для себя ракурсе. 27 мая в России отмечают День библиотекаря. Мы решили подготовить специальный и необычный выпуск рубрики. Мы проведем небольшой эксперимент. Посодействовать эксперименту журналист меняет профессию, согласилась с заведующей отделом рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Лобачевского Казанского федерального федерального университета Амирханова Эльмира Исхаковна. Конечно, в отделе рукописей редких книг самые разные виды работ. Например, вот сегодня пришло письмо из музея Востока с предложением организовать выставку и, соответственно, запрос на Шамаили. Наши сотрудники Инжина Ильина Сабирова подобрала уже часть этих Шамаили, которые в сентябре поедут в Москву и будут представлены на выставке, в которой очень много других еще участников. Проводим также очень много экскурсий. Например, сегодня мы принимали студентов МНИМО. В ходе экскурсий мы демонстрируем самые разные памятники. Они все должны, конечно, остаться в первозданном виде. Поэтому мы используем перчатки. И, конечно, разнообразие наших рукописей очень сложно в ходе экскурсии влияет на то, как мы должны открывать, закрывать рукописи и так далее. То есть, если мы видим с вами перед собой подхи стопу страниц, мы понимаем прекрасно, что нужно очень аккуратно держаться именно за края этой верхней части, которую нельзя назвать переплетом, да, попробуйте положить. То есть, мы поднимаем полетак, стараемся не трогать страницы, не стругаем и откладываем аккуратно в сторону. Либо держим в руках, вот держите на себе и, соответственно, в процессе мы еще рассказываем о том, как изготавливается этот оттиск деревянной гравюры, да, мы можем во время рассказа вот так положить на этот лист, потом обратно также аккуратно мы возвращаем на место и закрываем вот этой верхней крышкой. есть нет, неаккуратно неаккуратно вы видите, что страница сдвинется уже не в первозданном виде. нужно аккуратно. Конечно, другая совершенно ситуация, когда мы сталкиваемся с рукописью, у которой есть застежка. Обязательно нажимаем на верхнюю крышку для того, чтобы застежка открывалась очень аккуратно и далее ни в коем случае не разворачиваем полностью, а придерживаем именно вот эту верхнюю часть и вот таким образом и читаем и показываем. Восточными книгами своя сложность. Во-первых, у нас весь Восток пишет справа налево, поэтому мы с вами понимаем, что для демонстрации мы открываем книгу в ту сторону, а если для себя, то мы, конечно же, открываем с этой стороны, отгибаем клапан, радуемся этой красоте, которая открывается, и далее можем начинать читать текст. Но при этом мы стараемся показать, что этот клапан не только оформляет, но еще и выполняет функцию застежки. Оставляем на время вот так, но, конечно, правильно все-таки, чтобы у нас этот клапан был под верхней крышкой. Так, открываем, радуемся красоте, вот можно порадоваться вместе с нами. После этого, как мы порадовались, да, передвигаемся на следующую страницу. При этом стараемся не открывать на 180 градусов. На 180 градусов не открываем, придерживаем, листаем. Доходим до предыдущей страницы. Закрыли. Можем показать, что у нас это закладка практически, да, да, и закладка выглядит. Да. И далее, все-таки, чтобы правильно ее сохранить, да, аккуратненько, пожалуйста, возвращаем и закрываем. Конечно, это малая доля того, чем занимается работник библиотеки. Мы только начали наше знакомство, все еще впереди. Можно составить верное понятие об уме и характере человека, осмотрев его библиотеку. Так что, до новых добрых встреч библиотеки. Илья Андреев, Радмир, Софи Уленков, и итоги недели. Мой лучший друг это человек, который даст мне книгу, которую я не читал. Говорил 16-й президент США Авраам Линкольн. Не можем не согласиться с этим высказыванием. Читайте, открывайте новые миры и возможности для развития. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова